всем привет дорогие друзья сегодня я начинаю новую рубрику под названием идеальная челка сегодня у нас модель даша мы будем стричь челку это видео получилось достаточно длинная очень очень подробно и переходим после смачивания волос к работе здесь как вы видите нет глубокого роста волос но на стыке височной зоны фронтально-теменной волосы не очень густые потом уже время стрижки вы видите как мы потихоньку будем добавлять дополнять густоту чтобы создать равномерную густоту все челки с другой стороны вы видите небольшой вихерик который сдвигается автоматически и даже при сушке самостоятельной дома он будет сдвигаться и это тоже необходимо учитывать при стрижке длины выделяем прядь примерно один сантиметр толщиной здесь я сразу скажу что после проверки скажем плотности и густоты я потом выделил пляж немножко шире потому что скажем редковатое такое количество хотя волосы в данной модели были достаточно плотные сильные я примеряюсь длиной даже хотела челку ниже бровей чтобы она упиралась как бы уже кому ближе к переносице но плавно расходилась такими шторками как сейчас модно плавно расходилась в обе стороны с небольшим удлинением и вот уже мы как раз выделили чуть-чуть шире прядь зоны челки и в данном случае за счет задвига вот обратите внимание смещенного на одну сторону за счет их рака то мы увидели мы выделяем сначала зону примерно 3-4 сантиметра вот это будет центральная зона над переносицей и как раз с этой ширины чушь с этой ширины мы начнем стричь переходим к стрижке и выделив прядь проверяю длину и не состригая ее точечным срезом очень часто спрашивают почему точечный срез потому что за счет точного среза прядочки сами по себе очень хорошо обрезаю собираются внизу и формируют отдельные пряди но там будет еще одна маленькая хитрость середине ролика вы увидите что я еще буду вырезать небольшие треугольнички для того чтобы кончики собирались более красиво и более четко здесь я пример примеряю скажем длину и так как челка будет распадаться вот подходит ли длина еще раз проверяю и еще раз немножечко нарабатываю точечным срезиком уточняю скажем более четкую линию челки добавляя волосы по той ширине которую мы выбрали пряди обращаю внимание на сдвиг и за счет этого сдвига кстати здесь особенный способ стрижки с возвратным движением расчески он достаточно интересен тем что мы вычесываем как бы внутреннюю часть она выходит на поверхность именно среза мы его обрезаем и получается как бы такое плавно внутренняя коррадуировка внутри самой челки здесь я аккуратно как раз формирую длину таким полу скользящим срезом прикрываю ножницы но здесь как раз я работал только возвратным движением если я вижу лишние волосы то есть те которые однозначно будут мешать и выпадать в сухом виде в домашних условиях я ее могу подрезать либо точным срезом либо прямо на щеке то есть любым образом но мы продвигаемся от вот этого уединения кто длине которую мы сделали с вами на центральной пряди вот шириной 3-4 сантиметра вот тщательно вычесываю как бы очень легко для того чтобы видеть и как волосы падают природно то есть как они двигаются природность именно по росту волос и обращаю внимание чтобы не было выпадающих частей для того чтобы удобство носки было максимальные челка была действительно идеальной и ложилась такими как бы разделяясь на две стороны очень таким красивым эффектом закончив работу с правой стороны приходим на левую сторону примерно определяемся с длиной дано где-то на середине щечки будет общая длина и учитывая то что волосы здесь растут практически прямо мы совершенно спокойно точным срезом продвигаемся к центральной пряди которую мы постригли самой первой дорабатывая точно также убирая волосинки которые выпадают и какие-то части соединяя челку для плавного перехода на удлинение в сторону щечки здесь уже скажем было достаточно проще уже безвозвратные движения просто вычесываю в разные стороны для того чтобы посмотреть именно природное падение волос учитывая недостаток густоты как раз на на стыке фронтальной зоны и ближе к мысу мы четким отделением такой чет четким движением расчески добавляем толщины челки для того чтобы она была у нас равномерной и точно также продолжаем работу с этой стороной для того чтобы она кстати вот это вот прядь который будет она будет чуть чуть длиннее чем те пряди которые у нас были пострижены в начале вот я ее выделяю и оттягиваю уже ближе к носу то есть противоположную сторону от падения вот обратите внимание вот и сейчас я четко видите одна страна длине одна короче потому что с той стороны мы еще не добавили и вот сейчас я полностью перечисываю в противоположную от падения сторону и тоже точечным срезом соединяю с центральной прядью это позволит создать такой двойной едва заметную гардюровку внутренне и челка будет более наполнен теперь мы возвращаемся к правой стороне тоже добавляем толщины волос на челки и точно так же соединяем удлиняем как вы видите уже челка получилась такая равномерно густая вот проверяю падение всегда подбрасываю немножко волосы вверх и уже после сушки финном мы можем увидеть как челка будет лежать как она будет распадаться вот эффект распадания соединения кончиков как раз мы сейчас и начнем дорабатывать именно треугольным вырезанием таким мелким треугольным врезанием челка распадается хорошо длина выверена четко вот уже все видно как это все ложится да и нам осталось как раз доработать именно с вырезанием треугольничков чтобы создать еще более удобный эффект распадения на пряди вот обратите внимание я вырезаю небольшие треугольнички сначала на центральной зоне точно также потому что она у нас скажем самая видимая и больше всего интересует акцент и собрание прядочек между собой в данном случае я не буду использовать технику слайсинга прикорневого на вылет потому что мне здесь нет необходимости убирать плотность и точнее сказать толщину волос примерно толщина прядей одинаковая вот поэтому мы здесь только ограничимся как раз вырезанием вот этих треугольничков на концах челки для того чтобы они более красиво разъединялись или точнее сказать отделялись и были заметны сейчас уже мы посмотрим как раз с вами финальный результат я уже расчесываю волосы после этого будет дополнительная сушка и и уже финальная проверка финальное подбрасывание волос для того чтобы посмотреть насколько красивой насколько идеальной была стрижка нашей челки наша идеальная челка номер один готова финальное подбрасывание волос обратите внимание на плавные переходы не спадающие этой челки которые сейчас самое 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 модное и финальный кадр до и после подписывайтесь на канал пишите комментарии вас ждет еще очень много челок пока пока до субтитров Продолжение следует...